Такого вы еще не видели. С 9 по 11 ноября магазин JD.ru проводит беспрецедентную распродажу. Геймерская мышь или геймпад для смартфона за 5 центов, наушники Xiaomi в 89 долларов, камера Xiaomi 72 доллара. Количество товара ограничено, подробности в описании. Добро пожаловать на highnews.ru. Задумывались ли о космосе, о полетах на околоземную орбиту или даже на Марс? Думал, хоть раз в жизни любой человек задавался этими вопросами у себя в голове. Вот так же в далеком 2001 году задумался об этом Илон Маск и в будущем полностью с нуля создал целую отрасль, частные коммерческие полеты в космос. Все мы знаем этого бравого на идеи парня, и он, похоже, взялся за космос основательно. Тому, собственно, доказательство SpaceX. Сегодня мы попробуем разобраться в истории этой компании и рассказать вам, через что прошел Илон Маск и компания SpaceX, чтобы сделать коммерческие частные полеты в космос реальностью. Поехали! Илон был захвачен на вид простой идеей — создать коммерческую авиалинию для космоса. Эта идея подразумевала, что ракеты должны быть словно самолеты, многоразовые, общедоступные и как можно более простые в обращении. Это были планы на нашу планету, Илон же пошел дальше, планы были также и на освоение Марса — создать на Марсе живой полноценный город. Идеи, конечно, амбициозные, и если говорить про Марс, то, наверное, это планы не на ближайшие 10 лет, хотя Илон утверждает обратное, но вот то, что Маск уже показывает и доказывает нам сегодня — реализация его первой идеи под названием SpaceX. В 2001 году Илон Маск начал свой путь с поиска подходящей ракеты-носителя. Выбор пал на дне парадин, но Маска не устраивала цена. Посчитав, что материалы для изготовления ракеты стоят всего 3% от финальной стоимости всей ракеты, подумывая уже о своей будущей космической компании, он пришел к выводу, что его компания могла бы сократить стоимость запуска ракет в 10 раз, при этом имея 70% прибыли. Еще одним доводом в пользу создания своей компании была разработка собственных деталей и технологий для своих же частных ракет, которые до появления SpaceX просто не существовали в природе. И уже в начале 2002 года Маск начал поиск людей для своей космической компании, которая вскоре получила название SpaceX. Илон взял в команду Тома Мюллера, и когда тот принял его предложение, Илон официально оформил компанию. Компания арендовала ангар площадью около 7 тысяч квадратных метров в Эльсегунде, Калифорния. Маск решил назвать свою первую ракету Falcon 1 в честь Millennium Falcon, космического корабля из Звездных войн. Также Маск запланировал дату первого запуска Falcon 1 аккурат к 15 месяцам компании, то есть к ноябрю 2003 года. Но, увы, Маск недооценил затраты времени на разработку с нуля ракеты-носителя и трех семейств двигателей – Merlin, Kestrel и Draco. Первый запуск Falcon 1 состоялся 24 марта 2006 года. Закончился неудачей на этапе работы двигателя первой ступени. Сразу после старта последовал пожар и ракета упала в воду. Как Маск говорил в одном из интервью, он сам не надеялся на удачный запуск и результат был в принципе предсказуемым. С этого запуска и началась черная полоса для SpaceX длиною более двух лет. Второй запуск Falcon 1 тоже закончился неудачей из-за нерасчетных условий при разделении ступеней. Топливо перестало поступать в двигатель, ракета не достигла орбиты и сгорела в атмосфере. Третий запуск также не уменьшался успехом. Первая ступень после разделения догнала вторую и ударила по ней. Удар пришелся на момент запуска двигателя второй ступени, вследствие чего вторая ступень также вышла из строя. На этот запуск компания сильно рассчитывала и даже взяла полезный груз. Ракета несла один военный американский спутник, два малазийских микроспутника и груз праха для захоронения в космосе. Провал четвертого запуска означал бы крах компании. Маск сам говорил в интервью, что на четвертый запуск у компании не было права на ошибку. Запуск состоялся 28 сентября 2008 года. На ракете был лишь макет груза в 150 кг. Запуск прошел успешно и груз был доставлен на расчетную орбиту. Илон доказал, что его компания не безнадежна и имеет право на существование. 13 июля 2009 года Falcon 1 успешно стартовал в космос с малазийским спутником Razak Sad на борту. Это был последний запланированный полет семейства Falcon 1 и компания закрыла проект и начала работу над новым семейством ракет-носителей под названием Falcon 9. SpaceX официально анонсировала Falcon 9 8 сентября 2005 года, еще за год до первого запуска первого семейства ракет-носителей. В 2008 году компания активно тестировала все компоненты ракеты и 4 июня 2010 года ракета вертикально стояла на стартовой площадке мыса Канаверал и была готова к запуску. Первый запуск был отменен за несколько секунд до старта из-за технических проблем. На второй раз ракета успешно простилась с землей и доставила груз на расчетную орбиту. Второй запуск ракеты ознаменовался первым частным возвращаемым грузовым космическим кораблем под названием Dragon, который разработала SpaceX. Dragon создавался для проекта коммерческих услуг орбитальных транспортировок от NASA. Dragon должен был по замыслу доставлять на МКС питание и оборудование для поддержания работы станции. Спустя 7 месяцев после первого старта Falcon 9 новая ракета и уже готовый к эксплуатации космический корабль Dragon совершили демонстрационный полет, в котором Dragon успешно облетел Землю дважды и приводнился в Тихом океане. SpaceX выиграла контракт от NASA и с того момента Dragon стал регулярным гостем на МКС. В 2014 году Илон Маск представил Dragon V2 — пассажирский космический корабль на базе оригинального грузового Dragon. V2 может вместить в себя 7 астронавтов. В тандеме с ракетой-носителем Falcon 9 SpaceX получила контракт от NASA на сумму 2,6 миллиарда долларов США для завершения разработки корабля и его сертификации для полетов к МКС. Уже в 2017 году Dragon V2 с четырьмя астронавтами на борту полетит в сторону МКС. До этого момента, естественно, компания не раз будет совершать тестовые полеты без пассажиров. 14 июля 2014 года произошел успешный запуск новой версии ракеты-носителя Falcon 9 версии 1.1R — Dragon на борту. Модификация R подразумевает reusable — повторно используемую. Идея заключалась в том, что во время расстыковки ракеты верхняя часть Dragon отправляется к МКС, а нижняя часть возвращается обратно на землю и приземляется на специальную посадочную площадку, после чего ее обслуживают, и она будет готова к новому повторному запуску. Но с момента идеи до ее успешной реализации в космической отрасли проходит много времени и великое множество пробных тестов. За пять попыток Илон и его команда научили свою ракету успешно производить спуск с огромной высоты и достигать посадочной площадки. На данный момент ракета имеет проблемы с плавной финальной посадкой, но Илон заявляет, что с PSX достаточно еще двух попыток, и ракета научится успешно совершать посадки на платформы. На данный момент последняя попытка посадки ракеты провалилась, не успев начаться. На 139 секунде полета произошла полетная аномалия, завершившаяся через 8 секунд разрушением ракеты-носителя. Это первый в истории провальный старт ракеты семейства Falcon 9 у SpaceX. До этого момента компания 20 раз подряд успешно отправляла свои ракеты в космос. В декабре этого года SpaceX осуществит запуск Falcon 9 новой версии 1.2. У компании распланировано свыше 20 запусков наперед вплоть до 2019 года. Пройдясь по истории молодой, но крайне перспективной компании, можно сказать одно. SpaceX только начинает свой путь, и если Илон Маск и его команда смогут противостоять всем технологическим проблемам, которые стоят, и будут стоять в дальнейшем у них на пути, то, возможно, уже наши дети смогут по задумке Маска слетать на выходные на орбиту, и, возможно, даже посетят Марс. Компания идет с 7-мильными шагами, и 10 лет назад еще не было даже рабочей ракеты, а уже сегодня SpaceX успешно доставляет грузы на МКС. Будем надеяться, что их последний июнский неудачный запуск послужит им возможностью улучшить свои ракеты, и уже в декабре этого года очередная ракета с синей надписью SpaceX покорит космос. Пишите в комментариях, про какую компанию вы бы хотели услышать историю в следующий раз. Вариант, набравший большее количество лайков, и получит место в следующем ролике. На этом у нас все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok